Я не знаю, на чем еще можно сэкономить. Такие слова прозвучали в отчете начальника медсанчасти Андрея Морозова об итогах выполнения коллективного договора. Он открыто признал, что майские указы президента, касаемые заработных плат медиков, в нашем городе не выполняются. Поездки, письма, прошения, рекомендации, вся работа, проделанная администрацией ЦМСЧ в прошлом году, результатов не принесла. Фонд оплаты труда постоянно снижается, как и расходы на содержание больницы. Начальник медсанчасти, являясь заложником проводимых в стране реформ здравоохранения, как может выкручиваться из ситуации, и в том числе урезанием заработных плат работников, в избежании банкротства больницы и оставлению населения без медицинской помощи. Фонд оплаты труда в 2015 году составлял фактически 1,3 млрд, достаточно солидная цифра. В 2016 году уже, так сказать, 901 млн, и в 2017 году планируется потратить на заработную плату 875,5 млн. От общего финансирования мы все больше и больше вынуждены выделять финансовых средств на плату труда, и все меньше и меньше на содержание. Но вот в 2017 году мы, наверное, достигли того предела в снижении финансово на содержание, что дальше, наверное, уже идти некуда. Общая ситуация с финансированием не самая важная. Министр откровенно сказал, что этот год финансовый будет хуже. Но это он сказал в целом об области. В настоящее время, мне ситуация прогностически видится не очень радужной. Вот из тех графиков, которые были представлены, на июнь 2016 года область имелась долгов здравоохранения на 730 млн. На июнь. К концу года она фактически была сведена к минимуму. В настоящее время, еще до июня далеко, на улице Март, а долгов в области уже 690 млн. Если мы будем идти такими темпами, то, в принципе, перспективы здравоохранения области не самые радужные. Профсоюз провел собственный анализ. Медики в Новоурайске потеряли более 20% от своих заработных плат. Прогноз, как видим, не радужный, ведь финансирование опять снижено. В этом году на 60 млн. рублей. А вот объемы работы остаются прежними. По словам Ольги Широкова и председателя профсоюзного комитета медсанчасти, коллективный договор в части трудовых отношений и должностных инструкций выполняется в полном объеме. А вот что касается раздела оплаты труда, вопрос остается нерешенным. А именно, повышение окладов на 20%, а также то, что 80% всех доходов в медсанчасти должно идти на оплату труда. Остается неурегулированным главный вопрос – повышение должностных окладов работников и закрепление в коллективном договоре процента, направляемого на формирование фонда оплаты труда от заработанных медсанчастью средств, от территориального фонда и полученных с их федерального бюджета. Я прошу делегатов конференции своим решением поддержать эти требования. В случае невыполнения требований будет объявлена процедура коллективного трудового спора в соответствии с трудовым кодексом. А вот мнение работников медсанчасти по поводу сложившейся ситуации. Андрей Юрьевич озвучил цифру 45 тысяч зарплата врача в прошлом году, но не озвучил цифру коэффициент совместительства. Ну вот я свою приведу зарплату, не секрет. Можно сказать, чистый опыт, скажем так. Я работаю на ставку, я высокооплачиваемый работник, высшая категория, максимальный стаж. Часто очень надбавка за интенсивность, потому как работать некому. Порой оставался один невролог на три поликлиники. Моя зарплата за прошлый год средняя 34 тысячи 150 рублей. С учетом майских указов, зарплата должна быть с коэффициентом 1,8 от средней по области. То есть порядка 78 тысяч рублей. Именно столько должен получать врач. Дело в том, что скорая медсанчасть без персонала останется. На ту зарплату начинающий специалист, если приходит, если у меня 34, 150, начинающий специалист придет на 20 тысяч. Вот по неврологам. Раньше было 8,5 ставок поликлинических занятых. Сейчас нас трое осталось. Из троих двое родившихся в первой половине прошлого века. Что касается младшего медицинского персонала, то ситуация такова. Хочу вам сказать, что чтобы я заработала эти 14 рублей, я должна работать на две ставки, сутки через сутки. Это во-первых. Во-вторых, значит, вы не говорите, вы сказали, что вы подняли заработную плату людям, которые не получали прожиточный минимум. Нет, им не подняли заработную плату, им урезали часы. То есть они работают сейчас, это лифтеры. Они работают до 5 часов вечера. После 5 работаем мы. Получается, раз мы обучились на лифты, за ваш счет, за деньги в медсанчасти, да? То есть нам не обязательно оплачивать эту услугу. Я так понимаю. Мы работаем бесплатно. Отказываться от помощи города тоже не следует. Я сам лично сидел, я сам лично слышал, как Машков сказал Андрею Юрьевичу. Чем вам помочь? Андрей Юрьевич сказал, пусть денег не дадите. А есть же другие методы. Поднять вопрос, пробивать на всех площадках. Надо работать, понимаете, работать. К любому письму надо приделывать ноги. На конференции профсоюз инициировал процедуру объявления коллективного трудового спора. Такого в истории нашей медсанчасти еще не было. По сути, это вотум недоверия руководителю, когда он отказывается учесть мнение профсоюза. После долгих дебатов и протестов со стороны администрации Миссанчасти процедуру решено было провести. Однако при наличии кворума в 129 делегатов большинство присутствующих голосований участие не приняли. Почему? Ответ очевиден. Люди боятся потерять даже те крохи, которые им пока выплачивают. Однако на этом вопрос не закрыт. Профсоюз не собирается сидеть сложа руки. Есть и другие рычаги воздействия на данную проблему. Новоурайская вещательная компания готовит аналитическую программу, в которой осветит всю ситуацию и расскажет обо всех этапах развития этого спора. Мы приглашаем к участию все заинтересованные стороны. Альвина Бабкова, Дмитрий Дерюхин. Объектив. Итоги.